Ситуация с ковидом в России ухудшается. За сутки более тысячи смертей и 36 тысяч заразившихся. Подробнее о ситуации в стране и в Татарстане в нашем следующем сюжете. Наибольшее число новых случаев ковид-19 выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Пожилые люди остаются основной группой риска. В регионы было направлено более 5 миллионов тестов. На сегодняшний день их запас сформирован на 9 миллионов исследований. По эпид-ситуации за последние 6 дней мы видим непрерывный рост заболеваемости. И по итогам прошедшей 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тысяч населения. Что еще на 13,5% выше, чем на неделе предыдущей. В Татарстане же новый рекорд. За сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражением ковид-19. Это максимальный суточный прирост за все время пандемии. В Казани власти отменили все общегородские мероприятия в ноябрьские праздники. Также ужесточатся проверки соблюдения масочного режима в трамваях и троллейбусах. Если пассажир откажется надевать средства индивидуальной защиты, то транспорт прекратит движение. Мы видим, что те регионы, которые ввели сегодня немедикаментозные меры сдерживания пандемии, в частности введение и QR-кодов, это позволяет в том числе и подталкивать пациента на скорейшее прохождение вакцинации. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что заболевание коронавирусной инфекцией очень опасно не только для заболевшего, но и для его окружения. Поэтому каждому человеку необходимо соблюдать меры безопасности, среди которых одна из самых эффективных – это вакцинация. Вакцина должна защитить того, кто вакцинировался. Идея первая. И вторая идея – это создать ту прослойку населения, которое, по крайней мере, не будет переносчиками и болеть этим коронавирусом. Напоминаем, что бесплатно вакцинироваться теперь могут и иностранные студенты Казанского федерального университета. Записаться на вакцинацию можно по номеру 233-3200. Надежда Мещерякова, Универньюз.